Стенокардия Стенокардия – это заболевание, которое характеризуется болезненными ощущениями за грудиной. Как правило, боль возникает внезапно при физических нагрузках, эмоциональном напряжении после приема пищи. Боль может эрадиировать в область левого плеча, шеи, челюсти, лопатки и подлопаточную область. Причины возникновения Основной причиной стенокардии является кислородное голодание сердечной мышцы из-за недостаточного притока к ней крови. Такая недостаточность может быть обусловлена сужением просвета коронарных артерий. В свою очередь сужение коронарных артерий развивается из-за атеросклеротических поражений сосудов и спазмов. В некоторых случаях сужение просвета артерии может возникать из-за наличия воспалительного заболевания, например сифилитического мезоартита. Приступ стенокардии также развивается при отравлении угарным газом. Факторами развития стенокардии являются наследственная предрасположенность, гиподинамия, ожирение, сахарный диабет, курение. Симптомы Основными симптомами стенокардии являются болевые ощущения в области грудной клетки. Боли могут быть довязчими, жгучими, в некоторых случаях могут сопровождаться повышенным потоотделением, тошнотой и рвотой. Боль, как правило, эрадиирует в нижнюю челюсть, левую руку, плечо, область лопаток. Иногда у больных возникает чувство стеснения в груди и замедление дыхания. Безболезненные формы стенокардии почти никогда не встречаются. Виды заболевания Выделяют три вида стенокардии. Стабильная стенокардия развивается в ответ на один из видов физических нагрузок. Приступ длится примерно 15 минут, купируется таблеткой нитроглицерина. Нестабильная стенокардия может возникать при небольшой физической нагрузке или даже в состоянии покоя. Продолжительность приступа обычно дольше, чем в случае со стабильной стенокардией. Купировать приступ таблеткой нитроглицерина часто не удается. Вариантная стенокардия Диагностика Поставить диагноз, только лишь основываясь на наличии боли в груди, невозможно. Врачу необходимо собрать анамнез, а также провести ряд лабораторных и инструментальных исследований, главным образом электрокардиограмма в состоянии покоя и при выполнении физических нагрузок. В некоторых случаях могут потребоваться следующие исследования, холтеровское мониторирование, велоэргометрия, коронарография, стресс-тест с применением радиизотопных веществ, ангиограмма, другие методы исследования. Действия пациента Диагностика Стенокардия может осложняться аритмиями, желудочковой тахикардией, фибриллицей ее и желудочков, предсердно-желудочковыми блокадами. Также возможно развитие застойной сердечной недостаточности, кардиогенного шока, инфаркта миокарда, перикардита, эмболии легочной артерии. Осложнения также могут быть связаны с лечением стенокардии. Так, применение тромболитиков увеличивает вероятность развития кровотечений. Профилактика Стенокардия сводится к нескольким ключевым мероприятиям, отказ от курения, нормализация артериального давления, поддержание нормального веса, ежедневная физическая нагрузка, контроль уровня сахара в крови.